Вот некоторые существенные советы, чтобы помочь вам развить вашу технику в Невазе. Крайне важно, чтобы мы сохраняли контроль на протяжении всей тренировки. И чтобы мы убедились, что каждое повторение, которое мы делаем, было настолько совершенным, насколько мы можем это сделать. Это означает, что мы контролируем процесс, а также точно знаем, что мы делаем. Совет номер один заключается в том, что вы всегда должны знать, какую технику вы используете. Что является основой этой техники. И не забывайте, что в большинстве случаев мы движемся динамично и готовы к атаке. И мы должны знать, действительно ли мы собираемся пойти на захват с руки здесь, чтобы поймать руку и быть готовым к атаке. Или, давайте вернемся назад. Нам нужно знать, мы атакуем со стороны ног или со стороны головы. Потому что некоторые техники мы делаем так же со стороны головы. Например, Сансейка Шивазаки всегда использовал для атаки обитори Гаэши с этой позиции. Все его техники начинались отсюда. Для меня, например, все мои атаки начинаются сзади. Во всяком случае, большинство из них. Так вот, когда я поворачиваю соперника, у меня есть представление о том, чего я хочу сделать. У меня есть план. Так, что, например, если я собираюсь удержать соперника в партере, то происходит следующее. Я выполняю переворот. Сбрасываю партнера в сторону и удерживаю его. Итак, давайте начнем снова. Это была благоприятная идея о том, чего я хотел каждый раз сделать. Я думаю, что мы можем применить это в нашу повседневную практику. Многие люди не знают о балансе в положении Неваза Партера. И это также важно и разумно, как и в стойке. И представьте, что это вертикальная линия баланса, проходящая прямо через центр моего партнера. Вот здесь. А горизонтальная линия баланса проходит через пояс. И нам часто приходится корректировать наш баланс в зависимости от того, куда движется мой соперник. Потому что, конечно, он всегда движется. Так что, если он начинает двигаться таким образом в этом направлении ногами и начинает подниматься, то мы приходим к линии равновесия вот здесь, где, возможно, партнер начнет наваливаться на меня. И это значит, что я должен отрегулировать свое положение, соответственно, и перенастроить его в зависимости от того, куда он двигается. Он может двигаться по всему периметру. И мне придется постоянно корректировать свой баланс, чтобы противостоять балансу моего соперника. Так что баланс в Неваза важен. И мы, конечно, понимаем, что мы должны держаться подальше от ног, независимо от того, выходим ли мы за вертикальную линию баланса или через другую линию баланса, линию, которая является горизонтальной. И это позволяет нам сохранять контроль все время. Но мы должны быть в состоянии перестраиваться и двигаться. Это означает, что мы должны быть осведомлены о том, где находятся линии баланса. Голова играет важную роль для нас в Неваза. Будь это рычаг для того, чтобы перевернуть соперника, или просто для того, чтобы контролировать нашего соперника, чтобы остановить его движение. Помните, что если вы остановите голову, то часто происходит то, что вы останавливаете движение всего тела. Это сохраняет контроль над вашим партнером. Если это удушение, например, Шимми Ваза, конечно, когда дело доходит до контроля головы, то мы должны быть уверены, что мы идем верным путем. И, конечно, это все зависит от контроля головы. А затем, когда дело доходит до Джуджи Гатами, и это то, что на самом деле многие люди не понимают, что когда мы вот здесь соединены с рукой соперника, и если голова не выключена из процесса, то гораздо труднее вытащить руку. И вот что происходит здесь. Если мы отталкиваем голову ногой, то эта рука просто вытягивается. Так что, возвращаясь назад, мы видим, что голова играет огромную роль в Невазе, и мы должны привыкнуть использовать это как часть нашей повседневной практики. Как и в любой практике, нам нужен партнер по отработке приемов. Очень важно, чтобы мы дали необходимые инструкции нашему партнеру относительно того, чего мы хотим. Вот это сейчас была мертвая рыба. Нет ничего хуже, чем партнер, лежащий вот так, с прямыми ногами, а мы лежим сверху, и у нас нет никакой реакции. Он не двигается. Мы не хотим этого. Поэтому нам нужно проинструктировать его. Нам нужно получить немного движения здесь, будто попытка перейти мимо ног, мимо защиты, или, например, если мы хотим сделать переворот и выплатить нашу любимую технику. Практикуя переход, довольно часто я делаю так. Переворачиваю партнера, и затем отрабатываю переход. Если мой партнер просто как мертвец замер, то это очень затрудняет мои действия. Но если мы повернем его сюда, и как только мы повернули его, то попадаем в эту ситуацию. Здесь есть жизнь, есть какое-то движение, и партнер создает небольшое сопротивление. Это именно то, что мне нужно. Если, например, я собираюсь сделать захват руки, то мне нужно немного сопротивления от партнера. Не слишком много, но и не слишком мало. Потому что если это будет слишком много, и когда я дойду до позиции джи-джи-гатами здесь, я даже не смогу вытащить руку, тогда это мне будет бесполезно. Если я собираюсь задушить, партнер опускает голову вниз, прижимая подбородок, не сопротивляется на 100%, то это снова нехорошо для меня. Таким образом, что я хочу сделать каждый раз, когда практикую технику, это добиваться взаимопонимания от партнера, будто фиксация руки здесь или удержание здесь. Но для этого мне нужно немного жизни от моего партнера, немного взаимодействия. Повторение закрепляет технику. Каждый раз мы делаем все идеальнее, поэтому нам нужно отрабатывать технику настолько лучше, насколько мы это можем каждый раз. Это значит, что как только мы проинструктировали нашего партнера, как реагировать, что раз мы действительно выполняем прием вот так, и мы переводим партнера в режим удержания, и потом мы возвращаемся в позицию, и начинаем снова переворот, сброс, фиксация удержания, снова поднимаемся, продолжаем переворот, сброс, и это может быть для любой техники. Но что мы должны сделать? Это то, что мы должны выполнять это настолько правильно, насколько это возможно. И каждый раз должен быть почти одинаково хорошим. И я думаю, что это действительно важно, чтобы закрепить технику. Ее необходимо постоянно отрабатывать. И мы должны сделать ее настолько идеальной, насколько это возможно. Адаптивность или приспособление в NeuWaza – это то же самое, как и в TouchEWaza. Нам нужно быть способными перестраиваться в зависимости от того, что происходит. Мы можем не уловить это с первого раза, так что нам может понадобиться план B, V, G, D и так далее. Когда мы практикуем, нам нужен партнер, который сотрудничает, и нам нужно говорить с ним, объяснить ему, что я собираюсь перевернуть тебя сначала на четвереньки, это будет наша начальная позиция. Поэтому нам нужно проинструктировать партнера, что мы хотим. Мы перевернем его, потом атакуем сзади, прежде всего, чтобы попытаться перевернуть для удержания. Может оказаться, что партнер находится в неправильном положении для этой техники. Тогда мне нужен план B. Если план B не сработает, тогда я должен быть в состоянии перейти к плану V. И иногда, когда мы попадаем в такую позицию, как здесь, где мой партнер пытается защититься, а я не могу вытащить руку, и тогда мне необходимо будет перейти к плану G. И если этот план не сработает, и сопернику удастся устоять, тогда я могу перейти к плану D. Так что у меня есть развитие. И это развитие очень важно, особенно с правилами, которые сегодня есть в соревнованиях. Когда есть куда двигаться, переходя из одной позиции атаки в другую, тем самым показывая судье, что я знаю, что я делаю. И я хочу, чтобы судья дал возможность продолжить мне действовать, потому что в конце концов, я хочу сделать ипон. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!